Я извиняюсь, больше месяца тому назад я пообещал одному своему подписчику, что в роликах о интересном немецком и бестолковом русском мы поговорим как раз о словах на политическую тему. И вот все никак не могу я к этой теме подойти. Давайте я все-таки выполню свое обещание. Хотелось бы еще добавить, что эти ролики конечно будут полезны тем, кто изучает немецкий язык с целью заинтересовать людей в изучении языка, показать им, что это очень логичный, красивый, негрубый язык, очень простой, легкий понимание в изучении. Ну и даже тем, кто не интересуется никакими иностранными языками, я думаю, полезно будет понять, как другие народы воспринимали для себя, например, свое государство, своих правителей, какие слова они по отношению к ним создавали и применяют до сих пор. Сегодня это слово государство. Читается оно по-немецки как штат, то есть немножко длинное «а», и оно созвучно, конечно же, логично, созвучно словом штат, что значит город. Вот здесь уже первое проявление логики – город и государство. Обратите внимание, в русском языке это два различных слова никак между собой не связаны. В немецком же языке указывается прежде всего на то, что действительно первые государства образовались на территории больших городов. Сначала были какие-то отдельные поселения, племена, затем они объединились в некое совместное проживание, образовались города, многие из них превратились в отдельные крепости, а затем возникла необходимость в защите этого города, соответственно, возникло государство. По большому счету, если совсем просто говорить, государство – это сбор налогов для содержания армии, тюрьмы и судов. Вот таким образом первые государства и образовывались. Если вы думаете, что ваше государство – это что-то такое особенное, всесильное, то вы должны помнить, что государство, по большому счету, это вы – налогоплательщики, за счет которых и существует эта структура. К сожалению, в российских головах все настолько перековеркано, и русские слова это подтверждают, что люди не понимают, что такое государство, они наделяют его какой-то особой силой, какой-то особой властью, а себя считают лишь подданными этой самой системе. Итак, для начала штат и штат – созвучные слова. Штат происходит от латинского «status». И статус, в свою очередь, оцените красоту логического мышления, обозначает сложившееся положение состояния вещей. Город – это сложившееся положение, некое состояние вещей, которое определилось в определенный статус. Более того, есть такой глагол «старое», который обозначает тоже «стоять». Итак, город – это некое объединение, которое стоит на одном месте. Это и есть статус. В свою очередь, это и стало называться после государства. Никакого отношения слово «государство» – «штат» не имеет ни к одному конкретному человеку. Это всего лишь, грубо говоря, поселение людей. Люди соорганизовались, и вот получилось государство. А теперь обратимся к русскому слову «государство». И здесь первая проблема. Оказывается, сначала появилось слово «государь», а затем уже слово «государство». Эти два слова впрямую указывают отношение людей к своей стране. Итак, кто такой «государь»? Ну, здесь очевидный смысл зашифрован в самом слове – «господом дарованный». Проще сказать «фараон» на земле. Вот он обладает необыкновенной властью, потому что он второй после бога, как считали русские. Господом дарованный – значит особая сакральная фигура. И именно вокруг этой фигуры не группа людей складывает положение вещей, а лишь вокруг этой фигуры образуется некая структура, которая начинает называться «государство». В русском языке «государство», слово «государство» напрямую связано с фигурой «государя». Поэтому при смене всегда очередного «государя» русские люди боялись, что их государство развалится. И действительно риск очень высок, так как все завязано на одного человека. Не удивляйтесь, если, скажем, после внезапной кончины Владимира Путина вдруг государство российское в том виде, в котором есть, перестанет существовать. Я считаю, что это, конечно же, полнейшая белиберда или тот хаос, который существует в российских головах и отражается в языке, а может быть, наоборот, через язык этот хаос помещается в российские головы. На Западе, как известно, не было никаких государей и царей, а были короли. Король, а по-немецки это «кёниг», и обозначает это слово ничто иное, как просто представитель элитной фамилии. Кёниг – это был человек, наследник большого рода. Очень хороший пример на королевской династии в Англии. Там ланкастеры сменялись тюдорами, стюартами, и все короли, вошедшие в историю, были никто иные, как представители этих мощных семейных кланов. Из большого семейного клана сегодня правит один король, завтра приходит другая семья и ставит своего наследника, своего кёнига. И последнее слово, которое я ещё сегодня успею разобрать, это слово «страна». Я так понимаю, что в русском языке слово «страна» скорее всего происходит от слова «сторона». Я не совсем понимаю, объясните мне, почему «страна» – это сторона, то есть находится с одной стороны или с другой, по всей видимости. Может быть, русские не считали своё государство страной, а, соответственно, своих соседей называли какими-то странами. В общем, кто в курсе, расскажите, было бы интересно почитать. В немецком языке слово «страна» – «das Land», что буквально обозначает «земля». Страна – это не что иное, как чья-то земля. А дальше идёт пояснение. Например, Россия в немецком языке «Russ Land», то есть, вы понимаете, «земля русов». Или, например, «Grieche Land» – «земля греков». Вот и всё. Страна – это всего лишь земля, принадлежащая какой-то национальности. По большому счёту, здесь прямая логика. Если мы смотрим, например, на карту мира, на самом деле мы просто видим ограниченные куски земли. Поэтому обозначение страны именно как «земля» я считаю самым простым, лаконичным и точным. Вот именно этим и отличается немецкий язык. Ничего лишнего и максимальное приближение к смыслу. На сегодня всё. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok